Комсомол давно прекратил свое существование, но для многих россиян день рождения Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи по-прежнему остается одним из любимых праздников. Молодежная организация Коммунистической партии Советского Союза была создана 29 октября 1918 года. Эту дату помнит демитропградцы, которые собрались в лицее номер 16 на дне рождения комсомола. Надо заметить, что в нашем регионе эта организация появилась год спустя, и все присутствующие на празднике отмечали столетие комсомольской организации Ульяновской области. Многие ветераны комсомола не сдают трудовых и гражданских позиций. Председатель городского совета ветеранов войны и труда Александр Воронин до сих пор хранит свой комсомольский билет как свидетельство молодости и труда на благо нашей страны. Я держу вот в руках комсомольский билет, который выдали мне в 1956 году в городе Сталиногорске Московской области. Шли ведь в комсомол, почти дрались, так хотели все стать комсомольцами. В Советском Союзе комсомол был массовой организацией, которая имела большое влияние во всех сферах жизни страны. В мирное время и в годы войны комсомольцы очень много сделали для своей родины. Причем вместе с коммунистами они первыми шли в бой. Ехали на стройки дорог, автозаводов, газопроводов, железнодорожных магистралей, поднимали целину, вели за собой подрастающую молодежь. Заместитель главы города Людмила Шишкина поздравила от имени по поручению главы города Богдана Павленко Демитровградских комсомольцев с праздником. Будьте активистами, с надеждой смотрите в завтрашний день. И пусть комсомольская целеустремленность, творческая энергия, боевой дух и желание созидать никогда не покидает вас. Верьте в себя, в своих друзей, в свою страну и у нас все получится. Глава города Демитровграда Богдан Сергеевич Павленко. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ